безнадежно испорченным, но компьютерные технологии вернули его к жизни. Новую площадку под открытым небом. Она называется «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде». Публика приняла безоговорочно, как и музыканты. Там прошел концерт Павла Карманова, одного из самых востребованных российских композиторов, автора множества саундтреков для кино и театральных постановок. Для этого концерта он собрал мощную команду молодых исполнителей. Эта сцена на воде существует первый год, но зрители и сами музыканты уже оценили и полюбили ее. Формат «Опен-эйр» дает свободу. Можно слушать музыку, кормить уток, отдыхать. Словом, дышать летом. Это вообще здорово, что люди приходят. Не только на концерт с пивом, орать, голодеть, а просто выгласить на культурную, провести время, отдохнуть и получить какой-то эмоциональный заряд. Этот эмоциональный заряд команда Павла Карманова обеспечивает на все сто. Музыка Карманова разнообразна. Ее приятно играть и легко слушать. Сам композитор не связывает себя одним жанром. Говорит, что всеяден. Пишет не только для классических концертов, для кино и рекламы. Это бывает и поп, и рок, и джаз, все что угодно. И я считаю, что современный композитор обязан, должен уметь владеть какими-то разными стилями. Пантоны соединили два берега пруда. Зрительный зал и сцена разделены проездом для лодок. Отражение в воде, дополнение к видеопроекции. Музыканты могут играть не только на сцене, но и выходить в зал. Марина Которжнова, скрипачка и жена Павла, играет музыку, написанную для фильма Прошкина «Солдатский декамерон». Записав Карманова в неоклассике, критики ошиблись временем, перепутав середину 20-го с началом 21-го века. Композитор считает, что он постмодернист. Он не только сочиняет, солирует в группе вежливый отказ. Но отказать себе в эксперименте не может. Всякий мой концерт – это как бы такой сборник разных времен, разных настроений, разных состояний человека в разные периоды его жизни. Никаких фраков и бабочек. Всё демократично и на сцене, и в зале. Но при этом остаётся неизменным качество. Оно безупречно. Елена Ворошилова, Алексей Акимов. Новости культуры.